И всем привет, ребят, с мистер Вайк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен продолжению нашему замечательному танкофанду. Продолжаем говорить о нем, продолжаем смотреть, как поднимаются у нас цифры, говорить, что происходит у нас вокруг него. Ну и сегодня у нас третий день, все так же в 10 часов плюс-минус мы записываем видеоролик и смотрим, что же у нас произошло за сутки, насколько поднялся танкофонд, приобретаем следующий танкофонд. Как я и говорил, каждый видеоролик мы будем покупать по, как минимум, одной спецухе. И сегодня я уже на третьем аккаунте, на котором спецушка у нас не куплена, который мы будем приобретать. Ну а если вам нравятся видеоролики, посвященные танкофонду, информации о нем, потому что сегодня тоже есть о чем поговорить, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только 2 аккаунта, если у нас личный такток темпеда, сформулировать покупку в магазине, ну и заполнить форму, которая есть в описании. Сегодня изначально давайте посмотрим на то, сколько у нас набрался танкофонд. Уже на момент записи этого видеоролика третьего дня, 10 утра, в танкофонде 5 миллионов. То есть мы уже, по сути, преодолели одну шестую от того количества, которое является максимальным. Ну и начну я сегодняшний разговор, наверное, о том, что игроки до сих пор продолжают говорить о том, что, мол, этот танкофонд ничего не наберет. Мол, у него нету там потенциала, то есть что призы там не суперкрутые. Я уже 100 раз говорил о том, что на сегодняшний момент времени это лучшее ваше вложение, которое вы можете сделать в танкофонд. И, по сути, по сути, нет ничего абсолютно на сегодняшний момент времени, то, что может вам дать плюс-минус такие же награды. Но вы мне скажете, что он же эти цифры еще не набрал. Ну, конечно, он никогда и не наберет эти цифры, если вы будете просто смотреть и не покупать его. Ну и также я хотел сегодня сказать о том, что при любом раскладе этот танкофонд все равно дойдет до хороших цифр. И минимально хорошие и качественные награды с этого танкофонда, как минимум, вот, например, там 20 миллионов мы наберем, 100%, да, может быть даже и 23 с этим устройством. И это будет и 60 ультраконтейнеров, и дополнительные еще награды, дроны, кризисы, броненосцы, да, у которых тоже большого количества игрока их нету. И это все равно будет окупаться в разы, но если вам этого будет мало и вы не будете приобретать, но это чисто сугубо ваше мнение, я считаю, что тогда вы абсолютно неправильно мыслите. И если вы покупаете боевые пропуска и не покупаете такой танкофонд, то мне, наверное, не о чем с вами разговаривать, да, это касается тех ребят, которые до сих пор говорят, что этот танкофонд плохой. Но я сегодня хотел затронуть еще одну тему, хотел затронуть тему бустера и того, как это все дело будет работать. То есть ни для кого не секрет, что бустер делается изначально для того, чтобы получить дополнительные уровни на случай того, если танкофонд не наберет 30 миллионов. То есть изначально разработчики уже заложили в этот танкофонд такую мысль, что он 30 лямов не наберет. То есть они не верят в то, что мы можем набрать эти 30 лямов. Не знаю, откуда берутся эти цифры, да, и откуда берется это мнение, почему изначально разработчики делают танкофонд таким образом, что они не верят, что 30 лямов в нем наберется. У меня здесь сразу в голове появляются свои подводные камни с точки зрения того, что если делается такой бустер, то они изначально сами не захотят его продвинуть. То есть можно будет его искусственно заморозить, да, и не добавлять в танкофонд дополнительные цифры, да. То есть, например, спецухи будут покупаться, да, а цифры в танкофонд не будут добавляться. Но это исключительно вот чисто вот то, что у меня в голове, мысли какие появляются. Потому что и делается вот такой вот бустер. И делается бустер, чтобы изначально с него уже получить какую-то выгоду. То есть ты же не будешь делать бустер для того, чтобы танкофонд все равно наберет 30 лямов, и игроки, которые будут покупать бустер, они ничего не получат. Но тут же у меня возникает другой вопрос, да. Если танкофонд работает нормально, да, то есть у нас ничего не морозится, цифры набираются таким образом, как они набираются, да, то есть нет никакого разводника, то почему бы за каждый бустер, купленный, да, в случае того, если танкофонд наберет 30 миллионов, да, почему не дать за каждый уровень бустера, бустер, для тех, кто не знает, что это такое, это как раз-таки возможность получить дополнительные призы за те уровни, которые в случае чего не наберутся, да. То есть почему не сделать так, что если набирает танкофонд 30 миллионов, да, то каждый дополнительный уровень с бустером появляется новый, и появляются новые награды, да, то есть, например, даже бы здесь вот была бы цепочка не 30 уровень последний, а был бы там 31, 32, 33, 34 и так до 40, только они были бы как бы закрытые, и возможность их открыть была бы только с бустером. То есть купил один бустер, у тебя как будто 31 миллион и 31 награда. Купил второй бустер, у тебя 32 награда и 32 приз, да. То есть у тебя были бы дополнительные призы, и, ну, как бы pay to win бы работал бы идеально, да. То есть захотел задонить, получил дополнительный приз. Не хочешь донить, ну тогда у тебя вот 30 призов есть, тебе, в принципе, этого достаточно. То есть с точки зрения донатера и с точки зрения игрока, который вкладывает свои деньги в такую движуху, я бы сказал, что это вот просто идеальная модель, да, в том случае, если танкофон наберет 30 лямов. Просто вот я сейчас ставлю на место донатера, да, то есть вот, например, появляется у меня возможность купить бустер, но я же не знаю, наберет этот танкофон 30 лямов или не наберет, да. Если он наберет 30 лямов, то какой мне смысл покупать этот бустер, если я и так получу все награды без него. Ну а если у меня будут дополнительные награды, то я изначально сразу буду гореть желанием приобрести этот бустер, чтобы получить призы, в случае чего, если танкофон доберет как раз-таки вот эти вот заветные 30 миллионов. На момент третьего дня у нас получается за второй день набралось более миллиона, более миллиона. Всего дней до окончания танкофонда у нас 25, да. То есть если у нас танкофон дойдет довольно быстро до значений хотя бы 13, 15, 17 миллионов, да, и те игроки, те ждуны, которые там до сих пор еще не покупают, начнут также покупать танкофон, то этот танкофон может спокойно ускориться и дойти до 30 миллионов. Плюс еще не забывайте тот факт, что есть сейчас игроки, которые еще не получили дополнительные бонусы с танкоинов, с аккаунтов, которые старые, да, и они еще не могут приобрести танкофон. Ну и есть, очевидно, большой процент тех, кто сидит и ждет до сих пор, да, и то, что я говорю каждый видеоролик, они все равно сидят, продолжают ждать, и их все устраивает, да, то есть они сидят, ждут, они ждуны конкретные, они будут ждать, пока там танкофонд наберет какие-то цифры. Вот если наберет, тогда куплю, да. Поэтому мне не до конца понятна концепция вот этого бустера, и если учитывать тот факт, что возможность его покупки откроется только 12-го числа вроде, или какого там числа, не помню, да, то у меня есть предложение, да, я знаю точно, что просто эти видеоролики смотрят, те ребята, которые делают эти танкофонды и все прочее, да, то у меня есть предложение сделать как раз-таки вот эту вот дополнительную либо цепочку, либо просто прописать дополнительный пункт, что если вот, например, здесь, да, набирается 30 миллионов, то там плюс один бустер дает тебе возможность там получить 15 там ультраключей, например, там, да, следующий там еще что-то получить, и вот чтобы была вот написана здесь награда, да, то есть я думаю, что даже вот здесь в этой плашке добавить 30 миллионов плюс там один бустер и какая-то дополнительная награда, я думаю, что это несложно, да, максимально несложно, только тогда шанс покупки этого бустера возрастет, да, и сам проект, как по мне, от этого может заработать значительно большие цифры, да, но это чисто структурно, если сугубо бизнесно смотреть на эту всю ситуацию, да, и рассматривать танкофонд с точки зрения грамотного продвижения. Ну, лично я это вижу для себя так. Может быть, у кого-то совсем другое мнение, и кто-то думает совсем по-другому тот, кто делает этот танкофонд. Но это лишь мои мнения и мое предложение. Так, в принципе, по бустеру я все сказал, что хотел, ну и давайте приобретать следующий танкофонд, да, давайте приобретать следующий танкофонд, это мой третий аккаунт, на котором мы берем танкофонд, и мы все так же покупаем маленькую спецуху. Вчера на стриме многие ребята начали мне говорить о том, мол, почему ты покупаешь только по одной спецухе, да, у тебя же так много танкоинов, почему ты берешь только по одной спецухе, сделай же больший вклад в танкофонд. Ну и также появились ребята, которые сразу мне тоже сказали о том, что, мол, от танкоина ты же больше ниоткуда не получишь, да, потому что у нас появилась еще одна очень интересная вещь с точки зрения киберспорта, о которой сегодня, к слову, мы говорить не будем, но я вам уже закину удочку, что уже завтра эту тему мы обязательно рассмотрим, да, и именно поэтому на сегодняшний момент времени я уже себе не могу позволить столь огромнейшие траты в виде танкоинов, и поэтому пока все, что в моих силах, это ежедневно покупать как минимум по одной спецухе. Но, скажу сразу, есть такая вероятность, что и большие спецухи на основном аккаунте, на втором аккаунте я покупать буду, все лишь зависит от того, насколько все это дело будет актуально, а в будущем появятся дополнительные для вас, можно сказать, челленджи, связанные с танкофондом, и если эти челленджи будут наполняться и выполняться, то, быть может, мы еще и покажем дополнительные покупки на аккаунтах, на которых уже этот танкофонд был приобретен. Поэтому мой вам совет, если вы до сих пор еще не приобрели этот танкофонд, танкофонд, делайте это, уже 5 лямов есть, и если вы прямо сейчас сделаете дополнительный вклад, быть может, завтра уже будет 6, завтра может еще будет даже не 6, а 7 миллионов, пройдем мы вот эти вот заветные по 500 припасов, а то многие сидят и говорят, мол, блин, да фу, 500 припасов получаю, зачем мне этот танкофонд? Но ты же не смотришь на другие призы, ты не смотришь, что дальше у тебя есть уже устройство, у тебя есть кризис броник, который у тебя может не быть на аккаунте, и более ценные призы, а ты просто возьми, купи танкофонд, и уже в ближайшем будущем увидишь совсем другие цифры и совсем другие призы. Поэтому приобретайте, если вы еще этого не сделали, пишите, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу бустера. Был приятно удивлен количеством комментариев под предыдущим видеороликом, практически все удалось прочитать и даже на какие-то ответить, да, поэтому пишите свое мнение, быть может даже какой-то видеоролик сделаю из комментариев и из вашего мнения, связанного с этим танкофандом. Поэтому пишите все, что вы думаете, пишите, что вы думаете по поводу бустера, согласны ли вы с моей точки зрения или нет, обязательно поддержьте видеоролик лайком, если это... еще не сделано, да? Ну и если вы согласны с моей точкой зрения, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, присоединяйтесь в Discord, ну и участвуйте в розыгрыше по тегу, уже буквально через 2-3 недельки у нас итоги этого замечательного розыгрыша. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok